Оля, снова привет! Привет, Оля! Позади тебя потрясающая кухня, которую мы показывали в прошлом видео, поэтому все, кто интересуется планировкой P44T и вообще, в принципе, крутыми решениями для кухни, вам туда, ссылку под видео, там у нас все полезности. Сейчас мы находимся в коридоре большой 88-метровой квартиры. Ну, во-первых, я хочу рассказать немножко про коридоры. Смотрите, как интересно здесь сделано. Здесь двери использованы скрытые, чтобы вот эта стенка смотрелась монолитно, чтобы тем самым коридор был как бы пошире, потому что здесь мы как раз акцентировали шкафы. И вот, кстати говоря, мы по планировке решили все-таки оставить отдельно ванную и отдельно туалет. Вот я, кстати, все чаще встречаю такое пожелание, то есть люди пытаются теперь в обратную сторону против тренда, что называется, пойти. Ну, может быть, это обусловлено тем, что это удобно. Это более удобно, действительно. Пойдем скорее заглянем. Мы заходим сначала в ванную. Пожалуйста, проходите. Ванна – это же всегда одна из самых вообще дорогих фактически после кухни статей в ремонте расходов. Да, 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 это все верно. Хитрили здесь, что-нибудь экономили? Хитрили тем, что я рассказывала уже, что мы покупали плитку заранее. Вот эта белая плитка, она точно так же для компании Витро, она тоже снималась с производства, она была с хорошей скидкой, и мы купили ее до проекта вообще остатки. И мы ее просто разложили так, чтобы ее полностью использовать. Она очень классная, вот она текстурированная, и с подсветкой она смотрится очень интересно. Сейчас я расскажу все свои фишки. Во-первых, здесь полотенцесушитель, она с полочкой, это тоже очень удобно. Хоть и санузел маленький, мы все равно поместили сюда большой полотенцесушитель, потому что, ну, им удобно пользоваться, и он нужен. Тем не менее, осталось место для крючков. Не обожжешься об него? Нет, ставят обычно на, ну, такую, на комфортную температуру, никто обычно не ставят на очень горячую температуру. Вместили сюда большую стиральную машину с сушкой, большой шкаф, удобную душевую. Обратите внимание, что мы сделали душевой поддон не из плитки, а из искусственного камня. Конечно, мы это сделали, потому что есть нормы, по которым важно было иметь доступ к возможности починить, да, что-то сделать с этим поддоном. Он, конечно, стоил нам порядка 120 тысяч, это очень большая часть бюджета, но, как бы, решили сделать так, чтобы все согласовать. Оль, насколько понимаю, сейчас эти нормы отменили? Да, но мы делали до этих норм, поэтому... Ну, оставим подсказочку для людей. Да, 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 это правда. Сейчас бы мы сэкономили на душевом поддоне, если бы сделали его из плитки, порядка 60-80 тысяч рублей. Принято. Ну, и в таком поддоне есть свои плюсы, потому что нет швов, и, конечно, он более гигиеничный, и за ним легче ухаживать. Встроенная сантехника всегда немножко дороже, но когда душевая небольшая, я всегда стараюсь поставить все-таки встроенную сантехнику, чтобы она занимала минимальное количество места, и приходится при этом случае, да, брать очень хорошую, подороже сантехнику, чтобы она не сломалась. Да, если выйдет из строя, то придется вскрывать стены. Да, да. Ну, конечно, я хочу обратить внимание, что и полочки с подсветкой мы сделали, да, обязательно. Конечно, это дополнительные финансы, но представьте себе, какой это кайф принимать душ, да, вот с такой подсветкой. Кстати говоря, обратите внимание, фишка в том, кто не знает, что свет нужно делать ниже уровня глаз, чтобы он не бил в глаза. Когда мы встаем на поддон, мы как раз выше подсветки находимся. Что здесь интересного? Светильник декоративный, да, он как раз для настроения, для стиля, такой немножко в кантри уходит. А я еще хочу сказать, очень классно и удобно, это сенсорный смеситель. Вот, он сработал. Единственное, что его важно правильно настроить. Класс, ну, как в аэропорту. Да. Он бывает иногда очень долго льется, да, иногда бывает очень быстро прекращает. Есть инструкция, его просто нужно настроить. И хочу показать всем, что мне очень нравятся раковины АМПМ. Во-первых, я люблю керамику всегда. Я вообще всегда советую керамику использовать. Это лучшее, что может быть из раковин. Вот. Но именно эта раковина, она позволяет нам сделать самим шкафчики. То есть мы, ну, не берем их простые достаточно для нас шкафчики под раковину. Мы делаем свои красивые. Вот. И раковина позволяет классно их очень встроить. Смотрите, какой красивый цвет, такие красивые ручки. И как хорошо сочетается с карнизом. То есть есть такое немножко ощущение, что ты где-то в Средиземноморье. Вот. Еще орнамент. Да. И особенно плитка и цвета. Да, да, да. Я говорила вам, что санузел раздельный, поэтому я вам покажу сейчас туалетную комнату с унитазом. Смотрите, как все красиво по цветам подобрано. Так, все, что нужно. Гигиенический душ, да, хранение. Да. Обратитесь, внимание, что держатель туалетной бумаги с полочкой. Это очень удобно. Я вообще очень рекомендую. Телефон положить. Да, 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 да. И хочу показать вам подсветку ночную. Я люблю делать такие подсветки, чтобы можно было в ночи прийти и не проснуться. И не ослепнуть. Да, и не ослепнуть. Так, ну супер, идем дальше. Эта планировка P44, она такая сложная. Я вижу, что ты установила большой шкаф на входе. Он туда всегда просится, он там часто есть. Но вот эта сбоку дверца мне не дает покоя. Что там? Потому что она прям на торце, да? Да, это на самом деле очень удобная история. Я продумала так, что ты приходишь, и у тебя здесь есть обязательно место для ключей, для всего, для обуви, выдвижные ящики. Но нужно же где-то место для плечиков. И идти в коридор, где санузлы, это не очень удобно. И пришла такая идея развернуть шкаф, кусок шкафа. То есть здесь у нас фальш-панель. Здесь мы открываем. Даже я вам покажу. Здесь у нас также используется для обуви пространство. Здесь у нас как раз плечики какие-то. И, кстати говоря, вот здесь мы спрятали интернет. Вот. Сейчас я вам покажу, почему именно здесь мы спрятали интернет, а не у электрического щита. Интересно вам? Да. Это не просто зеркало, это шкаф. Здесь находится такой вот большой электрощиток. Класс! Вау! Да. Но сюда мы не стали ставить роутер, чтобы он не перебивал сигнал, чтобы зеркало не давало сбои. Зеркало, да-да-да, будет мешать. Еще я вам покажу очень красивую вещь в нашем интерьере, которая как раз мы на нее потратились. Кстати, она не очень дорогая, но она делает, можно сказать, все помещение. Это деревянная мозаика. Да, это такое вертикальное полотно. То есть смотрите, здесь по композиции идет здесь вертикальное полотно и здесь вертикальное полотно. Сейчас я включу подсветочку. И если отойти чуть-чуть подальше и посмотреть, как планировка, да, совершенно не узнается, что это П-44Т, да, что вот здесь несущая стена. То есть здесь сразу смотрится как панно с подсветкой. И сюда, кстати, можно поставить елку. Вот этот холл, он прям преобразился. Ты очень круто поставила сюда этот шкаф, он сюда как будто бы просился, хотя в других квартирах не было на него намека. Здесь книжный шкаф, тоже здесь я использовала серый цвет. Кстати говоря, сейчас я покажу подсветку ниши. У тебя много подсветок. Да, то есть и здесь такая глубокая подсветка, можно поставить картины. Да, да. Но здесь очень много хранения, ключи, книги. Это то, что вот хотели заказчики. Интересно, еще я везде использую вот такой карниз плоский. И это чуть-чуть напоминает нам сталинский ампир. Слегка отдает в эту эпоху, да. Потому что я хотела поддержать люстру, которая осталась у заказчицы. Это фамильная люстра, которая передалась ей по наследству. Мы ее поддержали. И у нас есть такой вот какой-то антураж. Ну да, и дерево, библиотека, этот теплый свет. Вот оно все как-то да, просится. Привет, друзья! Переходите на мой телеграм-канал. Там я часто показываю вам красивые фотографии и рассказываю о лайфхаках, которые мы находили в этих видео. А также пишу различные тексты. Очень интересно и полезно. Пойдем теперь в гостиную. Да, и здесь, кстати говоря, хочу отметить, что к люстре здесь мы подобрали светильник совершенно с другой стороны комнаты. Потому что нам не просто на картинке надо, чтобы это сочеталось. Нам надо, чтобы это сочеталось, в принципе, во всей квартире. Да, чтобы вот это ощущение, оно перетекало, чтобы квартира единая. А дашь какой-нибудь совет, где покупать свет недорого? Ну, я покупаю, например, в компании Лампа Сити. Или вот этот светильник, например, мы покупали в компании Ромати. Они нам везли его три раза, но они предлагали нам отказаться от него, потому что он приходил с разбитой. Но мы нигде не могли найти ничего подобного за такую цену. И поэтому мы его дождались. Класс! Берем на заметку, что даже у профессионалов происходит первый раз, второй раз, третий раз проблемы в ремонте. Это неизбежно. Просто люди, будьте готовы к тому, что это происходит, и это нормально. И знаешь, вот у меня вопрос. 88 квадратов. Почему кровать откидная? Потому что есть родители и есть двое разнополых детей. Мальчику 10 лет, а девочке 15 лет. Им нужны свои комнаты. Да, но родители не готовы спать на диване, на раскладном. Они захотели удобную кровать. Конечно, они рассчитывают, что они займут комнату дочери через пять лет, когда она уедет. Но это очень умно, между прочим. Да, да. Но это останется тогда спальным местом для гостей, когда они переедут в другую комнату. То есть они все продумали. Отлично. А мы продумали им. Как это сделать, да. И где вы взяли кровать? Такую кровать мы взяли в компании Олисис. Это достаточно известная компания. Известная, да. Мы даже сталкивались с ними. У них запатентованное решение с этой кроватью. На самом деле, есть и другие компании, которые предлагают раскладные кровати. Но механизм, который используется именно у Олисис, честно говоря, не выдержал конкуренции. Такая кровать с диваном стоила порядка 320-340 тысяч. Ну, что-то такое. Ну, и при этом тут куча мест хранения, систем. Получается, это комната родителей, в которой они постоянно живут. Портал. Очень классно. Да. Все вещи точно в этой квартире по местам. У тебя стояла такая задача продумать хранение? Да. Полностью я продумываю хранение. У меня, кстати говоря, в том большом белом шкафу продумано полностью пылесос, швабра, гладильная доска. Все. Как оно будет храниться. Я хочу показать, что мне очень нравится, как получилось освещение. То есть я думала, как осветить эту комнату. Необычно, да, потому что тоже хотелось какой-то вот создать ритм. Из простых белых накладных светильников сделала вот такие вот, такую асимметричную композицию. И она очень хорошо освещает все. И в то же время она выглядит интересно. Да. Как бы разбивает симметричность. А теперь я вам расскажу про рабочие места хозяй. Здесь рабочее место хозяйки. Здесь рабочее место хозяина. У хозяина здесь продумано все очень-очень удобно. Здесь стоит принтер. Тут спрятаны розетки для того, чтобы кабель соединялся с телевизором. И чтобы под телевизором не было ничего лишнего. А здесь мы использовали ЛДСП. Но ЛДСП повышенной прочности. И из него мы смогли сделать удобную столешницу, которая не покоцается. А почему не просто дерево? Потому что, во-первых, дерево более прихотливое, а ему нужно было именно... Практично, короче, хотелось. Да, это более практично. Плюс я хотела, чтобы это все завязалось в общей композиции. И здесь были выбраны фасады под дерево. И, соответственно, если бы я это сделала из дерева, это все бы рассохлось, мы решили, что у нас будет все практично. А здесь у нас как раз сделано из дерева, но покрашено. Небольшая конструкция полка присутствует. На самом деле, знаете, интересно, для чего она сделана. Это хозяйка очень хотела, чтобы здесь были у нее всегда цветы. Она любит выращивать цветы на даче. И вот ей важно, чтобы у нее было место, где у нее будет всегда стоять ваза с цветами. Подоконник, она сказала, что это не очень ей подходит. Ей хочется что-то такое. Мы так обыграли композицию со светильником. К сожалению, здесь ваз пока нету, потому что в этом сезоне запоздало тепло, но оно скоро будет. Откуда стул и стол? Стул очень классный, очень удобный. Название компании я напишу в описании. И обратите внимание еще на прозрачный стул. Да. Смотрите, как интересно сделан. Здесь такая рифленая поверхность. Кстати говоря, эти стульчики недорогие. Они все порядка 15-18 тысяч максимум. Может быть, дешевле. Сейчас я не помню. Ну, вот я прозрачные не очень люблю. Они марки. Чем же они марки? Ну, пальцы на них остаются. За ними дополнительный уход нужен. Например, красное кресло будет жить и радовать долго и упорно. Ничего с ним не нужно делать. Этот стул потом от рук, от тела, ну, от всего. От жизни просто станет чуть-чуть грязным и его надо будет мыть. Я как раз посмотрела на пластик. Это пластик, это итальянский стул, кстати говоря. И он более качественный как будто, да. То есть, ну, просто за всем нужно ухаживать. Но здесь, смотрите, как смотрится легко. Да, согласна. Да, выглядит просто супер. То есть, конечно, мы еще заботимся о том, чтобы комната была просторной. Кстати говоря, вот эта стена, да, разделенная молдингами, она была придумана еще для того, чтобы здесь была, как бы, картинная галерея, которая есть у хозяев этой квартиры. Но, когда они это все сделали, они захотели пожить вот в такой чистоте пока. То есть, эти картины, они пока стоят и ждут своего часа. Ну да, возможно, потом, когда захочется что-то поменять. Согласна. Да. Пойдем дальше. Дальше мы пойдем в комнату дочери. Так, тоже спальня и она прям девичья. Она девичья, да. И у нас такой волшебный лес. Это тоже была мечта ее и мамы хотели такой какой-то уютный свой уголок. И интересный очень светильник, желудь. Так хорошо здесь завязался. Да, 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 да. Ну, как в этом уютном гнездышке. Такие цвета использовали, да? Розовые, такой немножко фиалковый цвет и серо-зеленый. То есть, сложные такие цвета как раз для того, чтобы барышня развивалась, усложнялось мышление. Я вообще верю, что цвета сложные, они помогают человеку глубже, как-то глубже мыслить. Мне интересно, где брать сейчас хороший текстиль. Может быть, ты с нами поделишься. Потому что, он нужен всегда. Им легко исправлять помещение, но где сейчас брать, непонятно. Я могу, конечно, поделиться контактами. У меня есть очень хороший поставщик текстиля, штор. Все, что вы здесь наблюдаете, очень быстро и доступно. Красивые, хорошие ткани. Мне очень нравится. И качество можно посмотреть. Я считаю, что текстиль это очень важно. Поскольку у нас стояла задача все-таки уместиться в бюджет, то мы, где могли, выбирали недорогие решения. И здесь нам очень помогла компания «Любимый дом». И мне нравится очень этот шкаф. Он интересный, он недорогой. И также кровать тоже, да. Она тоже достаточно недорогая, но она хорошо и качественно выполнена и достаточно интересная. Я прям могу порекомендовать. Я думала, ты скажешь, что это какая-нибудь там мебель из Италии. Я подумала, что какой-то такой налет на ней из-за полосок. Класс. Да. Немножко такого прованса даже есть. Очень интересная зона получилась. Получается, это не жилой балкон, но очень как-то активно используемый, потому что прям мне хочется туда заглянуть. Ну и вообще вот это все место, рабочее место, хранение. Это очень интересно так выглядит. Я бы хотела начать рассказать с рабочей зоной, потому что она, на мой взгляд, сделана очень интересно и удобно. Ну, во-первых, это как раз здесь мы оставили массив, потому что эта комната самая темная по ощущениям, да. И максимально я ее и хотела высветлить и оставить вот этого дерева, да. И, кстати говоря, когда это наборный дуб, то тоже такой сохраняется какой-то налет прованса слегка. И вот здесь, мне кажется, он хорошо. И ту, и вот все. Это да, оно, да, соединяется. Здесь интересно. Мы продумали, во-первых, у нас тоже идет вертикальный стояк отопления. Мы его закрыли. Плюс мы обыграли это все фальшпанелью для того, чтобы у нас штория не мешала открывания дверей. И наоборот. Пойдемте на лоджию. Это тоже часть, которая принадлежит барышне. И здесь такое особое место отдыха. Во-первых, это туалетный столик. Я думаю, что об этом мечтает каждая барышня. Здесь используются икеевские светильники, да, такое зеркало. С этой стороны, да, у нас небольшое кресло. И здесь должен быть барный стул. Его пока нету, но он будет. Мы, смотрите, что здесь продумали. Здесь очень удобный светильник. Очень долго, кстати говоря, искала светильник, который будет действительно решать этот вопрос. Во-первых, открывание окна. Во-вторых, чтобы можно было вот так убрать. И это Ля Редут. Мне он очень нравится. Он прекрасно освещает. Здесь можно читать и что-то делать еще, да. Здесь вот барышня хранит своих улиток. Она очень интересная. Она любит заниматься и биологией, какими-то интересными изучениями. Вот как раз это такое вот ее место. А теперь я вам расскажу про комнату мальчика. Она тоже очень интересная. Это спальня. Я хочу показать стол, который мы разместили около окна. Обыграли окно молдингами, так, чтобы все было очень аккуратно и красиво. И для того, чтобы было комфортно тоже заниматься разными исследовательскими работами, мы сделали очень много источников света. И, кстати говоря, об этом не пожалели. Для детского стола это действительно очень-очень удобно. Мне очень нравится то, что много ящиков, потому что ребенку 9 лет, и у него там игрушки, лего, вот это все. И то, что один из шкафов развернут. Прикольно. Это просто выглядит, как игра с пространством. Хорошо. Хочу вам отметить, что вот эта тумбочка, она на самом деле у нас на колесиках. Сейчас я не буду ее вытаскивать, но фишка в том, чтобы эта тумбочка могла быть развернута и стать тумбой около кровати. То есть как ему будет удобно. Ведь он взрослеет, и у него приоритеты меняются. А еще такой классный стеллаж, тоже очень удобный. Здесь вот куча всего, микроскопы и так далее. И также здесь много хранения. Кстати говоря, вот я рекомендую использую такие стальные кронштейны с полками. Они всегда смотрятся очень стильно. Обратите внимание, как классно смотрится клетка в комнате. Ее немного, но она уже добавляет такой атмосферы. Ссылку на этот артикул я вам пришлю. Хорошо. И ты знаешь, еще очень классно то, что вроде бы, казалось бы, комната 9-летнего ребенка, а выглядит она как взрослая спальня, но при этом очень функциональная. Мне нравится это сочетание. Ты молодец. Да, это была задача, чтобы комната была актуальной длительное время. И тут тоже есть балкон. Да, и здесь есть балкон. Здесь очень много секретиков. А, ну еще покажу один балкон, лоджи. Мы ее утеплили. Мы сделали здесь очень удобную зону для того, чтобы проводить какие-то опыты. И это как мастерская для детей. Здесь, во-первых, у нас также используются механизмы трансформации. Мы можем поднять стол. И класс, оказалось такое. Да, и заниматься какими-то вот исследовательскими вопросами. Да, здесь также мы продумали очень удобный светильник. Это фаворит. Да, он можно его настроить, как тебе удобно, чтобы ярко достаточно было освещение. И мы можем точно также поднять еще одну столешницу. И у нас, допустим, придет друг. И точно так же они вместе будут что-то, какую-то диссертацию писать. Прикольные такие задачи. Да. Здесь еще хочу показать, что мы продумали систему хранения. И эта тумбочка, она тоже на колесиках. Ее тоже можно выдвинуть, чтобы поставить близко к столешнице. И, допустим, поставить какие-то приборы, чтобы удобно было мастерить. То есть все сделано для комфорта, для того, чтобы дети развивались. Ну, это все вот твой золотой мастер, у которого много всегда работы? Конечно. Нам он уже нужен. Мы еще раз давай скажем в этом видео, что у тебя есть просто суперспециалист. Выйти на него можно только через тебя. Твои контакты внизу под видео обращайтесь, узнавать. Потому что мебель классная. И на кухне, и вообще везде. Аккуратно, выверено, красиво. Хозяевам очень повезло. У них так расположена планировка, что здесь еще есть темная комната. Единственное, что мы продумали, я ее не покажу, но там достаточно места, чтобы спрятался морозильник. Оставили дверь, покрасили ее в цвет, чтобы все красиво смотрелось. Сделали решетки, чтобы там была грамотная вентиляция. Вот решетка один. А что это за темная комната? Это какая-то часть балкона? Да, это часть балкона без окон. И для того, чтобы там влажность не было влажно, то есть там хранятся огурцы, помидоры и дополнительный морозильник. То есть это очень удобно. Оля, спасибо тебе большое за просто кладезь полезной информации. Я уверена, что многим понравилось и они поставили лайк этому видео. Все же по традиции нам нужен у тебя какой-нибудь еще один совет. Всегда думайте про освещение. Не так важно, как все выглядит, насколько может все вытянуть или испортить освещение. Я советую продумывать это сразу и продумывать разные источники освещения, атмосферу. Думать о том, что вы будете делать, как вы себя будете чувствовать и о чем при этом будете размышлять. Класс! Спасибо большое!